Продолжайте копировать ребра. Не забывайте отслеживать положение вершин во всех рабочих окнах. Помните, что вид в каждом окне в отдельности не несет полной информации о модели. Как вы могли заметить, модель получается несколько угловатой. Это не должно вас смущать. Когда основная геометрия будет готова, мы сгладим ее с помощью специального модификатора. Старайтесь расположить вершины поверхности таким образом, чтобы поверхность плавно повторяла изгибы корпуса. Если в процессе работы вы заметите ошибки, исправьте их. Для лучшего контроля периодически поворачивайте изображение в окне Autographic. Используйте для этого инструменты Orbit, Pan View и Zoom. Также можно использовать колесико мыши и кнопку Alt на клавиатуре. Не поворачивайте виды в окнах Top, Front и Left. В этих видах линия взгляда направлена строго вертикально или горизонтально. Изменение угла зрения в этих видах приведет к ошибкам в построениях. Если вы неудачно повернули изображение в рабочем окне, вернуться к предыдущему виду можно сочетанием клавиш Shift-Z. Программа сохраняет 20 шагов отмены для каждого рабочего окна. Продолжайте копировать ребра. Внимательно следите за положением вершин во всех рабочих окнах. Продолжение следует... Внимательно следите за положением вершин во всех четырех рабочих окнах. Располагайте ребра таким образом, чтобы их положение соответствовало границам деталей телефона. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Последние созданные вершины должны находиться на оси симметрии корпуса телефона. Для этого в полях ввода в нижней части экрана установите каждый из них координату по оси Y, равной 0. Верхняя часть построена. Для того, чтобы построить нижнюю часть этой детали, нужно изменить вид в рабочих окнах. В окне вида сверху, топ, щелкните правой кнопкой мыши по названию окна. В списке видов, views, выберите снизу, bottom. Точно так же замените вид слева, left, на вид справа, right. Копируйте ребра, как и раньше, перемещая их с нажатой клавишей shift. Следите за тем, чтобы ребра модели совпадали с границами детали. Сейчас уже видно, что несмотря на всю подгонку, изображения студии не во всем соответствуют друг другу. К сожалению, фотографии всегда искажают изображение. Пусть это вас не смущает. Смело выберите один вид по своему усмотрению. И ориентируйтесь на него, используя остальные всего лишь для корректировки общего вида модели. Небольшие неточности не будут заметны. Субтитры создавал DimaTorzok Не забудьте, что вершины, находящиеся на оси симметрии, должны стоять в нуле по оси Y. Субтитры создавал DimaTorzok Левая половина детали готова, и можно полюбоваться промежуточным результатом работы. В панели «Команд» перейдите к закладке «Display» и в свитке «Display Properties» выключите режим «See True». Модель станет непрозрачной. Перейдите к свитку «Height» и скройте студию, включив опцию «Height Frozen Objects». Вернитесь на закладку «Modify» и в списке модификаторов найдите «Symmetry». Примените его к модели. В параметрах модификатора укажите ось отражения Y и измените направление отражения, включив галочку «Flip». Чтобы погасить ребра, щелкните правой кнопкой мыши на названии окна «Autographic» и отключите режим «Edged Faces». Как видите, модель выглядит ребристой и угловатой. Чтобы ее сгладить, примените еще один модификатор «Mesh Smooth» и присвойте параметру «Iterations» значение 2. Сохраните результат своей работы под новым именем. Сравните его с моделью из файла gno.tuto2max. Сравните результат своей работы под новым именем. Продолжение следует...